Добрый день, дорогие мои друзья! После небольшого перерыва в наших с вами видео-мини-уроках хочется записать интересный, на мой взгляд, урок, как из данного фона вырезать изображение. Итак, давайте с вами приступим. Нажимаем на вкладочку «Файл», «Поместить». У меня сегодня вот такая замечательная лошадка, которую мы будем с вами сегодня преображать. Чтобы убрать вот эти вот линии, мы с вами переходим в вертикальную панельку управления, и самый наш первый инструмент «Перемещение». Нажали, «Поместить», «Поместить». Чтобы убрать фон, который у нас с вами мешает, это белый фон, мы нажимаем вот здесь вот на волшебный ластик. Если вы не знаете, у вас опять просто ластик. Вот здесь есть маленькая стрелочка, вот ее еле заметно она. И выбираем ластик «Фон волшебный». Мы выбираем волшебный и нажимаем левой кнопочкой мышки на вот этот весь белый фон. Нажали, растяжите объект. Да. И нажимаем. Убираем белый фон вот здесь. Вот здесь внизу. Грибу. В общем, везде, где вы видите белый фон, вы его весь убирали. Вот мы с вами убрали весь белый фон. Теперь мы с вами переходим к следующему этапу. На вертикальной панели управления мы с вами находим быстрое выделение. Вот раз, два, три, четвертый с вами инструмент. Быстрое выделение. И левой кнопочкой мышки мы с вами выделяем полностью нашу лошадку. Левой кнопочкой мышки нажали и удерживаем ее. Вот, как вы видите, постоянно у меня выскакивает от окошечка. Вот, как вы видите, у нас с вами вот такие пунктирные линии получились. Теперь нажимаем правой клавишей мышки и выбираем инверсии выделенной области. Выбрали. Пунктирная линия у нас получилась теперь по всему периметру нашего фона. Вот здесь вот с правой стороны выбираем фон левой кнопочкой мышки. И этот фон теперь нам нужно стереть. Выбираем пластик. Только уже не волшебный, а обычный. И стираем полностью вот этот вот фон. Вот здесь вот наверху вы можете выбрать не 79, а более большое количество пикселей, чтобы быстрее стереть. Вот таким образом мы с вами стерли. И давайте теперь сделаем вот такое интересное преображение. Мы с вами переходим в правую. Сначала давайте снимем наше вот это выделение. То есть пунктирные линии нажимаем на клавиатуре клавиши Ctrl D. Вместе. Пунктирные линии убрали. Далее переходим в правую часть нашей программы, самой основной. И убираем вот этот вот глазик с нашей лошадки. Убрали. И у нас с вами получается вот такая замечательная, красивая лошадка. Вы можете оставить вот эти вот белые линии вот здесь вот. То есть гривы, хвостик. А можете их преобразовать и сделать синим цветом в тон нашей лошадки. Как это сделать? Мы берем с вами пипеточку сначала. Цепляем фон, который нужен, чтобы он был точь-в-точь. Зацепили синего фона. Далее мы с вами берем вот это вот ведерочко. Инструмент заливка. Выбрали. И начинаем с вами заливать вот эти белые места. Можно оставить белыми, можно залить. Как вам будет удобно. Точнее даже неудобно, а как вам нравится. Если нравится вот так, оставляем так. Если нет, то оставляем белым. Теперь нам нужно вот этот белый фон, который по краям идет, тоже убрать. Для этого переходим и выбираем опять же волшебный ластик. И левой кнопочкой нажимаем вот сюда. И вот сюда. И у нас с вами вот такая красивая лошадка получается. Вот такую мы с вами сегодня красивую лошадку сделали, преобразовали ее. Я думаю, что она будет гораздо эффектнее смотреться на любой шильдик, любой работе. Что касается именно детских шкатулочек. Но это уже полностью на ваш вкус. Я очень была рада с вами сегодня встретиться. Надеюсь, что это будет у нас теперь не такие длительные промежутки в наших с вами уроках. Поэтому всем огромное спасибо за внимание. И до новых встреч. Увидимся в моей группе, как всегда. Ожидайте новых новиночек в моих работах. И буду очень рада, если они придутся вам по душе. Всем огромное еще раз спасибо. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!»